Привет, друзья! Сейчас я нахожусь в лесу. Вместе с мужем мы собираем грибы. Только что прошел сильный ливень. Это селфи-тег. И сегодня я отвечу на некоторые вопросы из знаменитого тега, который уже, наверное, сделали многие девчонки. Как ты думаешь, что в твоей внешности самое хорошее и интересное? Я не могу назвать что-то конкретное, но многие хвалят натуральный цвет волос, светлый, глаза и, наверное, скорее всего, губы. Губы я сама очень люблю, потому что, мне кажется, они идеальной формы. И я, когда крашу губы, не наношу подводку, потому что, когда наносишь, они получаются какие-то куцые и некрасивые. Поэтому мне повезло в этом. Я могу красить губы без подводки, потому что они правильной формы. Все тоже хвалят глаза из-за того, что они достаточно крупные и, ну, как мне кажется, симпатичные. Если бы ты могла поехать куда угодно, куда бы ты поехала. Я очень люблю путешествовать, люблю жаркие тропические страны. Куда бы я точно не хотела поехать, это, наверное, скорее всего, Африка. Туда просто как-то совсем не тянет. Очень давно мечтаю поехать в Таиланд. И было бы здорово оказаться там, потому что я очень давно планировала это путешествие, но как-то все не получалось. Но, может быть, когда-нибудь в ближайшем будущем я все-таки туда поеду. Так что мой ответ – Таиланд. Что помогает тебе почувствовать себя лучше, когда ты болеешь? Потрясающий вопрос. Мне помогают чувствовать себя лучше вкусняшки, сладости, какие-то прикольные вещички, теплый плед. И когда болеешь, неважно, лето это или зима, всегда хочется укутаться во что-нибудь. Конечно же, это любимые фильмы, любимые сериалы с ними. Я очень быстро выздоравливаю. У меня даже есть мои любимые фильмы, которые я обязательно включаю, когда болею. Это все серии Гарри Поттера. И, конечно же, «Десятое королевство». Какой совет бы ты могла дать молодежи России и почему? Ну, здесь я буду не оригинально. Это не пить, не курить, не употреблять наркотики. Я думаю, вот эти факторы должны помочь молодежи построить карьеру и хорошую личную жизнь. Да и чувствовать себя намного лучше. Как ты думаешь, каким животным ты была в прошлой жизни? Реинкарнации? Не знаю, никогда не задумывалась насчет животного. Но мне всегда казалось, что я в прошлой жизни была мужчиной. Если бы ты могла путешествовать во времени, что бы ты изменила? Знаете, наверное, ничего. Все, что происходило в моей жизни, было настолько правильным и нужным, что я бы, наверное, даже ничего и не стала менять. Ну, если вопрос построен так, то, наверное, бы стала больше заботиться о своем здоровье, следить за фигурой и заниматься спортом, наверное. Как ты развлекаешься на выходных? Все говорят, что со мной не бывает скучно, потому что я сама не люблю сидеть без дела, и других тоже заставляю это делать. Когда мы с мужем жили в Астрахани, мы часто встречались с друзьями, играли в настольные игры. Сейчас пока такой возможности нет, поэтому в Новороссийске мы немного другим занимаемся. Здесь вообще место для того, чтобы отдохнуть, гигантское множество. Можно гулять по лесу, собирать грибы, купаться в водопадах, купаться в море, ездить в горы, вообще, ну, просто гулять по парку, ходить по торговым центрам. Здесь столько возможностей, чего не было в Астрахани, поэтому здесь тоже особо не скучно. Единственное, что мы, конечно же, скучаем по друзьям и родным. Ну, если погода испорчена, что здесь часто бывает? Дождь, сильный ветер, и вообще, может быть, иногда бывает лень куда-то ходить. Мы просто устраиваем домашние вечеринки и развлекаемся дома. Играем в настольные игры вместе, смотрим любимые сериалы, кино и кушаем чего-нибудь вкусненькое. Какая у тебя есть самая вредная привычка относительно рабочего места? Если мне что-то нравится в работе, то я могу даже не замечать времени работать с утра до поздней ночи, не отвлекаясь ни на что. Но, знаете, не всегда бывает так, что работа тебе нравится, и какие-то моменты могут быть все равно какими-то неприятными. Если я делаю то, что мне не очень нравится, у меня есть такая вредная привычка, как невнимательность и неусидчивость. Я не могу долго зацикливаться на чем-то одном. Еще меня ужасно раздражает и бесят цифры. Бумажная работа, и там, где есть большое количество цифр, вообще не для меня, потому что я вроде бы стараюсь, но мне так не хочется. И вот это вот в голове у меня все сидит, что это все не нужно, это все неинтересно и нудно. И из-за этого я постоянно допускаю ошибки в цифрах. И это, конечно же, вредит работе. Я лучше умру, чем... Какой-то дурацкий вопрос. Съем ядовитый гриб, рыбу, фугу, искупаюсь в плаве. Какая уж тут разница. Если бы у тебя могла быть какая-то сверхспособность, что бы это было? У меня была бы волшебная палочка. Я не могу выбрать что-то одно, поэтому у меня будет волшебная палочка, с которой я могу осуществлять любые свои желания и мечты. Ну, или примерно так, как у Гарри Поттера. Что-то себе наколдовать, что-то сделать. Не ведьмологические атрибуты. Ну, в общем, волшебная палочка. Это были все вопросы на сегодня. Спасибо вам за просмотр. И до скорой встречи. Пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok